Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй и Мама Чоли! Давно её не было в моих видео, я её пригласила сегодня помочь мне покрасить волосы. Так как, вы знаете, у меня новое окрашивание, будет новая техника. Маму я научу этой новой технике. Ты готова? Готова. Я уже ей рассказала, она говорит, не представляю, как это. Ну, попробую. В общем, я сейчас и вам покажу эту новую технику, которую я ещё не красила, но так красила моя мастер. Последний раз я красила волосы краской Эстель в салоне. Мастер использовала краску двух уровней. На корне у меня был восьмой уровень, 8.76, вот обычная краска, Эстель Эссекс. Корни, значит, у меня были на 3% покрашены, один к одному, краской 8.76, а длина на полтора процента, краской 9.76. Был очень ровный цвет, достаточно такой тёмный серый, в принципе, мне он понравился. Он отлично вымывается, без всякой желтизны. И потом я у Ани спросила, говорю, чем мне красить потом волосы. Она говорит, покрасишь корни 8.76, то есть это восьмой уровень, достаточно тёмная будет для моих корней. Ну, должна быть прекрасной. И красим на 3%, один к одному. Сейчас мы разбавим пол тюбика, я думаю, половинки должно хватить. Пол тюбика один к одному на 3% с оксидом. И мамочка оденет перчаточки, мы всё это размешаем, и я вам расскажу, как мы будем красить корни, и что потом будем делать для того, чтобы был ровный такой переход от корней к кончикам. Ну, вот плавный переход, что делала моя мастер. В общем, я вам расскажу. Ты готов? Готов! Ну, тогда одевай перчатки. Мама такая сила, там маленькая такая девчоночка. Я не стала брать другие какие-то краски, хотя номер можно подобрать и итальянской краски, и ещё что-то, но, в общем, эстель нормальная, бюджетная, в принципе, неплохая краска. Выдавливаю 30 сюда. Если красочка сильно воняет, то её можно, пока вы мешаете, выветрить на балкончике или возле окна. Выветрить немножко аммиак. И она будет тогда не так сильно вонять. Значит, смотрите, рассказываю. Это я видела, так моя мастер, я так понимаю, что она стирает границу между корнями, например, да, и общей длиной. Значит, смотри, мам, сейчас ты берёшь, наносишь красочку мне на корни, как обычно, да, с захватом немножечко. Вот, а потом эту же прядку, то есть ты же берёшь по прядке, да, а потом эту прядку просто вот так вот прям между пальчиками вот так вот растягиваешь этот цвет, немного размазываешь его, как бы, стирая эту границу. Потому что ты накрасила, будет такая граница, да, а потом раз немножко и растушевала. И прядку переворачиваем. И так с каждой прядкой. Поняла? Ну, вроде поняла теоретически. Ну, давай попробуем. А как-то на практике. Начнём с чего тогда? Начинай вообще как хочешь, потому что эта краска темнее, она, когда блонд мы совсем высветляем, осветление идёт, то мы обычно с затылка красим, вот. А когда мы тонируем, то мы сверху красим. В принципе, эта краска, она не будет меня осветлять. Давай сверху начинай. Давай, держи. Так вот раз, вот так вот. Вот так, да? Ну да. Вот так смотрю иногда на свои тёмные корни, думаю, блин, в тёмные покрасится. Мне кажется, он так подчёркивает меня. Или хорошо, чтобы были прям тёмные корни и длина светлая. Ну, идёт мне тёмный, да? Мне сразу прям подчёркивает всё. Мам, ну что, ты приноровилась к технике? Нормально? Да. Всё правильно. С первого раза, можно сказать. С первой покраски. Итак, смотрите, мои корни сейчас такие вот, сейчас они вот, кстати, на камере не такие, как в зеркале. Они прям тёмные, сине-фиолетовые, да, мам? Ну, как фиолетовые, да. Такие тёмные. И аж страшно, что будет дальше. Вот, но сейчас я 30 минут посижу с этой красочкой, и потом проэмульгирую всё прям, всю-всю-всю длину, всё вот это вот намочу, и как следует, как следует, и ещё минут 5 посижу вот так, чтобы оно схватилось. Вот, и посмотрим, что будет. Я сама, на самом деле, не до конца понимаю, что будет, потому что, когда мы были в салоне, то при этом цвете мне ещё и длину тонировали краской 9.76, понимаете, да? Вот, а сейчас я не буду её тонировать, я проэмульгирую, поэтому посмотрим. Так, Мамачоли, расскажите, пожалуйста, про ваш канал, что там сейчас происходит? Ничего там не происходит. Нам нужна помощь, да? Да, наверное, нам нужна помощь. Нам нужна помощь зала. На самом деле, сейчас у Мамачоли на канале возник творческий кризис. Связан он с тем, что ты просто не знаешь, что бы такого эдакого снять. Конечно, вот чем старше человек, тем блогер, на самом деле, вот, мне кажется, старшему поколению сложнее. Потому что мы пока ещё молодые, хотя я тоже уже меня осуждаю, бывает за то, что я дурачусь на канале и так далее. Тем не менее, я ещё дурачусь, да? А вот мама, если начнёт смешные какие-то челленджи снимать, например, сделает колготки из желатина, как Кристинка, да? То это, конечно, будет полный зашквар. Хотя, может быть, ты наберёшь хорошие просмотры. В общем, Мамачоли хотела обратиться к вам. Напишите в комментариях у дочки. Может быть, вы хотите, чтобы я что-то сняла на какую-то тему. Или, может быть, вопрос-ответ. Вопросы тогда задавайте. Я соберу вопросы и вам поотвечаю на своём канале. Да. В общем, если у кого-то будут какие-то идеи, мы вообще придумываем. Я говорю, мам, надо придумать что-то, какую-то серию видео. То есть, должна какая-то быть тематика, чтобы, например, каждую неделю что-то происходило, что тебе было о чём рассказать. Вот сейчас мы ищем такое, какое-то направление, что в её возрасте, да, можно было бы и интересно было бы снимать. Вот. Так что, если есть у вас какие-то идеи, обязательно пишите их под видео. Мы сейчас в поиске, штурмуем, как бы, да, что было бы интересно. Ну, и также, если хотите вопрос-ответ от Мамачоли, то тоже пишите в комментариях. И, кстати, ссылку на её канал я тоже оставлю под видео. Жду ваших вопросов и ваших предложений. Ну, а мы ждём 30 минут и идём эмульгироваться. А ещё знаете, что я подумала? Пока 30 минут мы будем ждать, ещё это дело. Я заметила, что мои бровки, они, ну, по сравнению с этим цветом, когда меня только покрасили, цвет волос, он такой более серый, а бровки, они такие более рыжевые, коричневые. Мне это не очень нравится, поэтому я думаю, что стоит взять красочку просто. И вот один к одному немножечко разбавить краски, которая будет у меня на корнях. И немножечко присерить наши бровки. Раньше так наши мамы делали, помните, рыжие волосы и красили рыжие брови. Да? Дело. Ну, ты так не делала, ты краской той же, которой волосы красила, ты красила брови. Это было. Но я видела женщин, у которых были рыжие волосы, и они красили рыжие брови. Так что сейчас я намешаю и намажу на бровки буквально 3 минутки 5 подержу. Я вот так на глаз прям выдавлю, знаете, немножко, вот немножечко выдавлю краски. Такого бутыля. Вот так вот прям. Оп-хоп. Всё, перемешиваем вот так. В общем, красим наши брови. Ну ладно, красила, ждём. Ну что, смотрите бровки, какие красивые, какой красивый серенький цвет на моих бровках. Это я ещё не смыла его, это вот 10 минут прошло, и оно так взялось. Мне кажется, намного лучше и потемнее, да? Поэтому я уже в ближайшее время написала Элине, она меня запишет, и мы будем делать бровки потемнее. И я уже буду делать такой сероватый немного цвет. Вот волосы мои такие серые. Ну что, в принципе, у нас прошло 30 минут, 10 минут прошло на бровях. Сейчас я пойду и смою, и брови, и проэмульгирую сразу волосы. Ну и вернусь к вам. Это я проэмульгировала, сижу проэмульгированная. Всё, капает с меня. 10 минут хочу посидеть, потому что корни всё равно будут темнее основной длины. Хочу, чтобы более плавно это было всё. Так, ну что, я помыла свои волосики. Давайте посмотрим. Обычно, знаете, не судят по волосам, которые мокрые ещё. По ним ничего не понятно, потому что... Но почему-то мне всегда хочется сначала посмотреть на мокрые волосы. Так, что мы видим? Мы видим значительно корни темнее нашего основного цвета. Но самое главное для нас что? Чтобы когда мы посушили всё, чтобы был у нас плавный, красивый переход. Вот. В очередной раз я, кстати, попробую ещё раз вот эту вот японскую смесь для волос, которую я брала в Ашане. Потому что я её один раз попробовала, но что-то мне не совсем понравилось. Но я использовала там новые средства разные. Сейчас вот с нормальными... Сейчас у меня был DAF шампунь и бальзам. Они, в принципе, хорошие, не утяжеляют волосы. И сейчас я вот нанесу вот это. И мы проверим тогда, как вот с этим оно будет. Аромат вообще кайф. Расчёсываю сразу, думаю, надо вам показать. Смотрите, как легко. Вот эта расческа из фикс прайса, которая мне очень нравится. Как легко всё расчёсывает. Вот здесь я ещё не расчёсываю. Смотрите. Как идёт нормальная расчесочка. Ничего мне не тянет. Класс. Блин, расческа классная, но в ней один дефект. Что она со временем начинает скрипеть, знаете. Её надо смазать. Тут не слышно, но вот я когда расчёсываю, я слышу, как она скрипит. Повторюсь, что мои волосы вообще очень сложно расчёсываются. Особенно мокрые. И как бы я сужу, что если мои волосы мокрые, расчёсываются хорошо, то средство, которое я использую, просто супер волшебное. Пойдём сушить. Ту-дэй! Ну что, мои хорошие, смотрите. Смотрите на мои волосики. Как вам корни. Видите, они немного темнее, но идёт очень красивый, плавный переход. Прямо наши красивые шелковистые. Честно говоря, мне кажется, что вот такая техника и окрашивание для блонд намного интереснее, благороднее смотрится и даже дороже, чем я пыталась вечно осветлить свои корни. Сейчас я буквально делаю на два тона даже, да, свои корни, крашу. Темнее, а на исходе получается очень вот так вот равномерно, красиво. И даже кажется, что тон их тон, как будто так и должно быть. Спасибо большое Анюте за то, что она мне показала эти краски, рассказала, какие номера. Вот. Теперь я могу такую делать красоту. В ближайшее время я так и буду делать. Вообще, когда я к ней пришла, я хотела быть чуть потемнее, но как-то она меня вот так вот покрасила, что мне понравилось. И получается, а потемнее почему хотела быть? Потому что мне надоели жёлтые корни. А получилось так, что я к ней пришла, она оставила меня блондинкой. И теперь просто проблема с моими жёлтыми корнями решена. Плюс без травмирования волос, потому что я окрашиваю на 3%. Вот. Я безумно счастлива. Конечно, эта техника не новая, может быть, для кого-то. Она для меня новая. Самостоятельно, буквально своими руками с мамой. А мы делаем её впервые. Вот. До этого Аня мне делала, но я даже не обращала внимания, честно говоря, что она вот так вот, ну, как бы, распределяла всё это дело. Вот. Ну, мне очень нравится. Я довольна. Цвета красивые. Волосы блестящие, шелковистые. То есть я полностью довольна. Если кто-то хочет темнее цвет, то можно, ну, корни, допустим, более тёмные ещё, то можно взять вообще 7,76. У меня 8,76. По длине у меня, получается, девятка была. Даже не девятка, а уже до десятки смылась, я думаю, да. И вот 2 тона ниже я взяла. Смотрим, да, сзади. Теперь задней приятнее, смотри, да? Нет уже, извиняюсь. Всё вот, красиво. Я крутышка теперь. Спасибо мамочоле нашей. Кто ещё не знает, что у моей мамы есть канал, обязательно проходите по ссылке, подписывайтесь. Если вам понравилось моё окрашивание, нравится цвет, если для вас техника была эта новая и интересная и полезная, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного, потому что следующее с волосами мы будем делать ламинирование. Я нашла в домашних условиях, я нашла очень интересный бюджетный рецептик для ламинирования волос в домашних условиях. И вот как раз покрасилась для того, чтобы уже через... к следующему мытью сделать ламинирование на волосах. Вот такие вот дела. Ну, а также появилась ещё одна радость на моём канале. Появилась кнопочка спонсорства. Теперь у меня появилась возможность сделать для вас эксклюзивный контент. А у вас появилась возможность поддержать мой канал. Для остальных моих зрителей останется всё так же, как и было. Я буду продолжать снимать видео, все те же самые. Но будут видео, которые я, к сожалению, не могу по тем или иным причинам выставлять, может быть, на всеобщее обозрение. И поэтому я буду его делать эксклюзивно для моих спонсоров. У меня есть уже некоторые заготовочки. И совсем скоро такое видео будет в эксклюзивном доступе. Поэтому обязательно проходите, нажимайте на кнопочку, выбирайте себе спонсорство. Эксклюзивные видео, кстати, будут на спонсорстве второго уровня. Вот. Ну, и добро пожаловать в ещё один более маленький мой мир. Всё, я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok